Очень интересно, что очень много боли происходит от взаимоотношений. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения на работе, взаимоотношения в церкви. И хочется вам сказать, что вы можете дожить до такого времени, что вас никто ранит, не будет. Но я понимаю, что этого никогда не будет. Как бы вы ни старались, и как бы люди, которые окружают вас, ни старались, всегда возникнет ситуация, где либо вы кого-то будете ранить, либо они будут ранить вас. Хорошо, тогда какое у нас решение? Решение только одно. Принимайте решение не стать ранимыми. Принимайте решение, не обращая внимание на то, что убивает вас. Принимайте решение, не дут с луна, с луна из мухи. Принимайте решение, что бы человек ни делал. Я смотрю на Бога, я не принимаю негатив в свою сторону, я не обижаюсь. Когда паса Сандыя раньше начинает говорить, что я не помню, когда я на кого-то обижалась, для меня это стало невозможно просто. Я думала, что это не реально. Но я хочу вам сказать, что я вижу, что это реально. Это реально, когда ты не обращай внимания на зло, на обиду, на ручные, ненаручные, которые люди делают. И ты просто фокусирован на цель, ты фокусирован на позитив, оказывается, что это можно. Оказывается, что Иисус так жил, поэтому он говорит совершенно по-другому, в отличие от своих современников. Поэтому, когда вы начнете развиваться в разных сферах вашей жизни, вы станете приятной женщиной, вы станете любимой. Если вы замужем, будет так легко мужу любить вас. Если у вас есть дети, будет так легче детям любить вас. Но даже если вы не замужем, все будут искать вас, потому что они знают, что с вами всегда приятно. С вами они будут чувствовать себя хорошо. Они знают, что им не надо быть супер слышно, осторожны с вами, потому что вы не ранимый человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok